От минусовых значений до плюс 18. Апрель, по предварительным прогнозам Гидромедцентра Республики, объединит в себе и почти зимние снегопады, и почти июньское тепло. В Мариэл почти всю неделю ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Когда утихнет ветер и как скоро вернется теплая погода? На эти вопросы специалисты отвечают. Теплую одежду пока убирать не стоит. От ветра защитят шарфы, а от мокрого снега и дождя, которые обусловят начало апреля, в помощь зонты, лучше трости. Они крепче и выдержат сильный ветер. Так в расплату за очень теплый март придет апрельское похолодание. Март этого года отличается от прошлогодних тем, что март был теплее обычного на 4 градуса. И вторая декада была самой теплой за всю историю наблюдений. У нас перекрыты абсолютные максимумы температуры. В течение 7 дней температура повышалась до 7-8-10 градусов. Ну а март еще отличился тем, что практически не было осадков. Первая половина апреля продолжит тенденцию марта. Правда, как говорят синоптики, несмотря на шквальный ветер, до урагана, прошедшего по центральной части России, в Мариел дело не дойдет. Изменения в погоде начнутся в четверг, 2 апреля. В этот день до республики доберется атмосферный фронт североатлантического циклона с мокрым снегом. Температура воздуха немного повысится, но из-за ветреной погоды это будет практически незаметно. Апрель от апреля отличается. Были годы, когда апрель был самый теплый. Самый теплый апрель был в 75-м году. Практически весь апрель температуры в дневные часы повышались до 10-15, местами и до 25 градусов. А самый холодный апрель это был в 79-м году и в 98-м году. В те годы снег растаял в конце апреля. Сейчас как раз тот случай, когда солнце вроде бы и светит, но совсем не греет. А в начале апреля оно и вовсе пропадет. Первая и вторая декады будут дождливыми и пасмурными. Зато в третьей температура воздуха может прогреться до 18 градусов тепла. В ночные часы от 0 до минус 5 градусов. Но в отдельные ночи возможно слабый плюс. А дневные температуры в пределах 2-7 градусов. Но первая декада ожидается неустойчивый по осадкам. То есть ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Меж тем, пока региональный гидромедцентр занимается составлением прогноза на ближайший месяц, Гидромедцентр России подготовил приблизительный прогноз на лето, из которого ясно, что три летних месяца в Поволжье будут соответствовать или чуть теплее нормы, с количеством ожидаемых осадков в полтора раза меньше, чем в прошлом году. А значит, пережить апрельское ненастье, зная, что лето будет солнечным и теплым, станет немного, но проще.